Профессор Насим Николас Талиб, рада приветствовать вас. Добро пожаловать. Мы с вами в последний раз разговаривали буквально месяца два-три назад, и с тех пор в мире всё опять поменялось. Что ж, давайте начнём с вашей книги. В ней есть очень ёмкая и актуальная мысль, которая мне запомнилась. Вы говорите, что проклятие современности состоит в том, тех, кто объясняет, больше, чем тех, кто понимает. И правда, ведь вы предсказывали, что пандемия обернётся большими проблемами. Билл Гейтс и многие учёные говорили об этом. Но ведь никто из них так и не предупредил нас об истинных масштабах происходящей сейчас с нами катастрофы. И вот в чём вопрос. Это они не смогли донести до нас всю серьёзность проблемы, или это просто мы толком не вняли их предостережением? И как мы можем после этого доверять глобальным прогнозам в целом? Ну, пока получается, что ваша бабушка гораздо лучше разбирается в мировых проблемах, чем чиновники. Вот она, современная реальность. И это не от того, что чиновники глупые. Здесь дело в инстинктах наших предков. Лучше перебдеть, чем недобдеть. И вот это перебдеть в итоге оказывается гораздо дешевле, чем недобдеть. Потому что мы, млекопитающие, не только люди, получили систему управления рисками, которая бережёт нас от всяческих бед. Но в современном мире появилось большое количество людей, которые слишком много думают. Они не понимают, где есть риски, а где нет. И поэтому они допускают логические ошибки. Вроде отсутствие доказательств не является доказательством отсутствия. В итоге у нас имеется целый класс людей, которые не понимают суть происходящего, но всё равно пытаются этим управлять. Они не понимают, что мир сегодня гораздо более уязвим в плане пандемии, чем это было 500 лет назад. Объяснение этому простое. Сейчас нам просто негде спрятаться и переждать пандемию. Ну, разве что в Новой Зеландии, да и то. 500 лет назад вы могли укрыться в местах вроде Аляски, Мексики, потому что очень малое количество людей пересекало Атлантический или Тихий океан. Поэтому у чумы уходило до 150 лет, чтобы добраться до некоторых удалённых регионов в 15-16 веках. Так происходило из-за того, что скорость распространения заболевания была низкой, равна как и плотность коммуникаций. Сегодня же достаточно лишь одной конференции где-нибудь в Страсбурге или Лас-Вегасе, посвящённой какой-нибудь скучной теме вроде урологии или гастроэнтерологии, которая соберёт 6-7 тысяч врачей из 150 стран мира. И если у одного из них будет коронавирус, то по возвращении домой спустя 4 дня все эти люди разнесут заразу по всему миру. Вот в чём принципиальное отличие современного мира от мира наших предков. Именно поэтому мы нуждаемся в более грамотном управлении рисками, а они делают всё наоборот. Но отвечая на мой вопрос, как вы думаете, есть ли некий инструмент, который позволил бы нам делать глобальные прогнозы? Можем ли мы в принципе доверять подобным прогнозам, когда нам говорят, «Через два года будет то-то, а через пять лет то-то?» Видите ли, София, я продолжаю утверждать, что не надо предсказывать. Надо просто быть готовым. Мы живём в таком непредсказуемом мире, что пандемии в нём распространяются намного быстрее, чем раньше, в прошлом. Нет смысла гадать. Надо просто не попадать. В материале, который я подготовил для издания Nature Physics совместно с одним из своих коллег, мы обнаружили, что вообще-то у нас в истории было не так много пандемий. Всего 72 задокументированных случаев из тех, которые привели к гибели больше одной тысячи человек. И вот вам простое решение. Как только нечто приводит к гибели определённого числа людей, вы немедленно реагируете и подавляете проблему в зародыши. А у нас тут уже 9 месяцев идёт пандемия, а они всё никак не могут сообразить и тратят деньги на ядерное оружие вместо того, чтобы тестировать людей. Простое бизнес-решение. Экспресс-тест, пусть с погрешностью, но это всё равно лучше, чем ничего. Сделал тест, проходи спокойно, куда тебе надо. Если бы у нас было что-то подобное, то мы бы с вами разговаривали сейчас не о пандемии, а о чём-то более приятном. И всё же, насколько эта ситуация застала нас врасплох. Я ведь помню, как вы говорили. Но какой же это «чёрный лебедь», потому что все предупреждали нас об опасности пандемии. А ведь оказалось, что это был именно «чёрный лебедь», потому что никто не был готов, а главы государства казались неспособными эффективно бороться с этой проблемой. В целом, как, по вашему мнению, должны действовать власти, чтобы помочь населению и бизнесу в такой кризисной ситуации? Скидывать деньги с вертолётов, давать налоговые послабления? Они сделали всё неправильно. Но если посмотреть на Китай, то там решительные меры были приняты почти сразу. И теперь у них более-менее спокойно. Аналогично на Тайване и в других странах этого региона. Когда вы сталкиваетесь с проблемой такого масштаба, полумер недостаточно. Массового карантина можно избежать, если вести поголовный масочный режим, изолировать суперраспространителей и проводить массовые тестирования. У нас по-прежнему суперраспространители ходят свободно. А у европейцев вообще есть странная политика. Не пускать людей в бары, но при этом пускать их толпами в метро. Но ведь им нужно как-то добираться на работу. Нельзя проводить такую противоречивую политику. Либо вы говорите, «Хорошо, давайте мы лучше сейчас перестрахуемся и решаете проблему кардинально или пускаете ситуацию на самотёк». Но вот этот промежуточный вариант был максимально неубедителен и стоил нам многих человеческих жизней, да и денег. Надо было изолировать суперраспространителей сразу же отменить авиарейсы между континентами и ввести карантин. Послушайте, ну это же довольно очевидно. Даже в Османской империи были так называемые лазареты, расположенные по периметру границ, и в них был обязательный карантин, если вы, например, въезжали в страну с территории Габсбургской империи. Был чёткий порядок. Обязательный семидневный карантин. А если было подозрение на болезнь, то 14 дней. Вот такие пропускные пункты были расставлены по всему периметру империи. Всё довольно просто. Ну а мы, как видите, всё никак не могли решить, вводить карантин или нет. Продолжение темы карантина. Недавно ВОЗ объявила, что для победы над коронавирусом главный не карантин, а, цитата, «взаимное доверие между властями и населением». Но это уж совсем смешно. Как же, по вашему мнению, следует поступить властям? Запереть людей по домам? Или всё-таки доверять им? Надо всего лишь изолировать суперраспространителей. Определите, как именно распространяется вирус, и не запирайте людей по домам, потому что, во-первых, они всё равно вас не послушают, а, во-вторых, нет смысла устраивать репрессии по этому поводу. Вместо карантина нужно применять массовые тестирования. Например, в аэропортах. Вот я недавно был в аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Хоть кто-нибудь бы померил мне температуру. Никакого тестирования. И так во многих других местах. Каждый, кто путешествует, пусть даже на небольшое расстояние, должен быть протестирован перед посадкой на самолёт. Просто и легко. И это позволит избежать введения карантина, особенно по мере того, как тесты на коронавирус становятся более точными. Властям надо было вкладывать средства в разработку системы экспресс-тестов, а не тратить их непонятно на что. Стало быть, пункт номер один — изолировать суперраспространителей. Понять, как именно распространяется вирус. Мы знаем, что скорость распространения выше в местах массового скопления людей. Значит, избегать их. И, конечно же, заставить людей носить маски. Даже если мы не знаем, насколько это эффективно, но лучше так, чем никак. Я же по роду деятельности занимаюсь статистикой. Так вот, анализируя статистические данные, я пришёл к выводу, что даже этих трёх мер, обязательные маски и прочее, было бы достаточно, чтобы предотвратить пандемию. Нет смысла заставлять людей сидеть по домам и заниматься разгадыванием кроссвордов или самообразованием. Я вот, например, изучал грамматику итальянского языка. Да и меры, которые были приняты уже во время пандемии, тоже были не во всём логичны. Правительство США помогало корпорациям вместо того, чтобы помогать простым людям. Да, многие корпорации пострадали во время пандемии. Но они этого заслужили. Авиакомпании этого заслужили. И ведь авиакомпании уже не оправятся, потому что они продолжают гнуть свою линию. Посмотрите, вот мы с вами сейчас общаемся через Zoom, а есть и другие, аналогичные платформы. Всё это сильно ударит по авиаперевозкам бизнес-классы, так как многие авиакомпании зарабатывают именно на бизнес-классе. А теперь этого всего нет. Давайте помогать простым людям, сотрудникам авиакомпаний, а не их бизнес-структурам. И уж точно не за счёт налогоплательщиков. Особенно учитывая тот факт, что именно авиакомпании невольно поспособствовали распространению вируса. С другой стороны, как только всё это закончится, у лоукостеров типа Ryanair, смысл которых в том, чтобы массово доставлять британцев в Испанию, чтобы они там могли выпить на пляже. Дела будут идти хорошо, потому что люди всё равно будут путешествовать, но уже не бизнес-классом. Вот поэтому некоторые действия властей у меня вызывают недоумение. Мы ещё поговорим на эту тему, как власти пытаются спасти различные отрасли финансовыми вливаниями, потому что мне интересна ваша точка зрения на эту проблему. А сейчас я хотела бы коротко обсудить ещё один глобальный тренд 2020 года. Экономическая изоляция, разрывы экономических связей и союзов, закрытие границ. Люди говорят, ну, это из-за пандемии, но ведь эти тренды уже существовали и до неё. Пандемия просто явилась катализатором и ускорила их развитие. Раньше развитие экономических связей было выгодным, а теперь получается, что каждый сам за себя. Вы согласны? Мы наблюдаем эту тенденцию уже несколько лет. Чтобы разрушить системы, которые изначально хрупкие по своей природе, нужен катализатор. И на самом деле это идёт на пользу самим системам, потому что таким образом они адаптируются и перестраиваются во что-то большее. Нынешняя пандемия не только разрушительна, но и в чём-то созидательна. Позвольте привести несколько примеров. Крупные города, такие как Нью-Йорк или Сан-Франциско, представляют собой весьма хрупкие системы. У них куча проблем. Здесь и неоправданно высокие цены на недвижимость, и перенаселение, и низкое качество услуг. Крупным городам в США придётся не сладко, потому что люди теперь могут работать из дома. Им не нужно выбирать жильё поближе к работе. Нью-Йорк уже проходил подобный кризис, который чуть не привёл к банкротству в 1974 году. И это снова повторяется. И пусть это банкротство произойдёт. Мы переориентируемся, и экономика снова заработает. Надо помогать молодым людям, а не устоявшемуся бизнесу. Понимаете? Не помогать устоявшимся компаниям, городам или структурам. В некотором роде пандемия обнажила наши слабости, но в то же время и дала нам возможность осознать наши сильные стороны. Вот ещё один случай. Как вы знаете, пандемия сильно ударила по владельцам фитнес-клубов. И среди них есть два типа людей. Есть те, кто плачутся в подушку и просят помощи у государства, а есть такие, как мой друг. Когда это всё случилось, он сказал, «Ну что теперь поделать? Жить-то надо как-то». И запустил новый бизнес по продаже оборудования для занятий спортом дома. И стал зарабатывать намного больше, чем до пандемии. Да, возможно, это кратковременный эффект, но всё же есть два типа людей. Первый — когда сталкиваются с проблемами, плачутся в подушку и просят помощи от государства. И второй — которые в каждой проблеме ищут возможности. Есть ещё один пример. У меня есть друг, который работал официантом в Нью-Йорке до пандемии. Вы же понимаете, что вероятность найти работу в Нью-Йорке примерно равна вероятности того, что вы попадёте под колёса розового грузовика. Не любого, а именно розового. Так вот, мой друг, потеряв работу официанта в ресторане, стал доставщиком продуктов, зарабатывая при этом больше, чем раньше. Он доставляет еду пожилым людям, покупая для них продукты и доставляя им их на дом. Всегда можно найти выход, даже во время пандемии. Надо просто внимательно смотреть. И если такие люди не пропадут во время пандемии, они не пропадут и после неё. Существуют компании вроде Zoom или подобные им сервисы, которые сейчас вполне процветают. Всё зависит от того, какой у вас бизнес и какой у вас настрой. Надо помогать компаниям, которые умеют адаптироваться. Они нам понадобятся в перспективе, потому что именно они создают экономическую активность. А остальные — просто паразиты, которые могут работать только на всём готовеньком. Компаниям вроде Zoom, акции которых взлетели на 300% с начала пандемии, помощь от государства не требуется. Но ведь не все такие изобретательные, как ваш друг, который стал продавать фитнес-оборудование, или тот, который стал доставщиком еды. Есть компании, которые нуждаются в поддержке от государства. А я сейчас расскажу. Крупный бизнес. Это вопрос этики. И сейчас я объясню, почему. Я хочу помочь сотрудникам больших корпораций. Они же люди всё-таки. Но я не хочу помогать большим корпорациям ради их финансового благополучия, потому что в этом случае мы отдаём деньги налогоплательщиков среднего класса в руки инвесторов. Почему государство оказывает финансовую помощь авиакомпаниям? Это делается не в интересах сотрудников авиакомпаний, а в интересах инвесторов этих компаний. Вы должны понять, что финансовая помощь за счёт рабочего класса на самом деле оказывается не рядовым сотрудником, а инвестором. Кризис пагубно отражается на благосостояние простых граждан. И нужно помогать именно им, поощряя при этом среди них находчивых и тех, кто организует новые бизнесы, способные работать в новых условиях. Создание нового идёт через разрушение старого. То есть, по-вашему, не нужно оказывать финансовую помощь крупным корпорациям вообще? Нужно, но очень точечную, ориентированную на рядовых сотрудников. Особенно, если мы вспомним про структуры, которые не приспособлены для этой среды. Например, торговые сети. Сейчас люди стали активно покупать товары в интернете. Не то, чтобы они раньше этого не делали, но не в таких масштабах. Стало быть, не стоит оказывать помощь торговым сетям. Её надо оказывать с сотрудникам, которые в них работают. Даже их расположение не всегда органично. Надо помогать мелким торговым точкам, а не крупным торговым сетям. Должен ли малый и средний бизнес получать такую же поддержку от государства, как и крупный? Малый бизнес получает недостаточную поддержку. Это проблема. Парикмахерские, например, не получили финансовой поддержки в период кризиса 2008-2009 годов. И это будет длиться ещё долго. Пандемия пока не прошла. Я считаю, что государству следует обратить внимание на четыре категории компаний, потому что при оказании финансовой поддержки расходуются средства налогоплательщиков, равно как и при количественном смягчении. Надо обратить внимание на предпринимателей, которые в данный момент пострадали от пандемии, но в услугах которых мы всё равно не перестанем нуждаться. Стоматологи, парикмахеры или даже хирурги, если это плановая хирургия. У этих людей временные затруднения, и их необходимо поддержать, потому что нам нужны будут их услуги. Плюс есть сферы, которые серьёзно пострадали от пандемии, и это у них надолго. например, авиаперевозки. А если пандемия окончательно добьёт их? Сфера авиаперевозок никуда не денется. Понимаете, какое дело? Оказывая финансовую помощь конкретной корпорации, вы спасаете её финансовые структуры. Вы не спасаете сам бизнес. Люди думают, вот давайте поможем авиакомпаниям. А на самом деле вы тем самым помогаете лишь их акционерам. Вы не помогаете сохранить сам бизнес. Давайте представим себе, что некая авиакомпания обанкротилась. Самолёты-то никуда не денутся. Придёт кто-то другой, купит их, реорганизует бизнес, выкупит авиакомпанию, маршруты и станет вести дела более грамотно, не ориентируясь только на тех, кто путешествует в бизнес-классы. Вторая категория — компании, которым нужно оказывать постоянную поддержку. Любой бизнес, связанный с доставкой, технологиями видеосвязи. Тот рост, который продемонстрировал фондовый рынок в последние четыре месяца, в основном приходится на IT-сектор. И, наконец, компании, которые в настоящий момент не испытывают проблем. Им особая поддержка не нужна. Они справятся сами. Я лично не переживаю, да и никто не переживает за Zoom и другие компании, которые поднялись в период пандемии. У них всё будет хорошо. А как насчёт тех, кто сейчас испытывает реальные проблемы? Ведь есть ещё один тренд, актуальный как для крупного, так и для мелкого и среднего бизнеса. Они получают поддержку от государства в том или ином виде, и этот новый вид патернализма становится всё более заметным. Получается, что компании, приближенные к государству, имеют больше шансов на выживание в период кризиса. Как это повлияет на бизнес-климат в будущем? Как следует компаниям реагировать на вторую волну? Времени на то, чтобы перевести дух между волнами? У них было немного, всего пара месяцев. Стоит ли им просить защиты у государства, или есть другие пути? Мой основной посыл таков. Если вы крупная корпорация, у вас должен был быть план действий на случай пандемии. Ведь это же очевидно. У нас даже фильмы снимают про пандемию. Стало быть, винить некого, кроме самих себе. Вот, например, авиакомпании. Вместо того, чтобы повысить свой запас прочности, что они сделали? Вы купили свои же собственные акции за наличку, а мы им все равно помогаем. И, конечно же, еще в начале пандемии авиакомпании пролоббировали запрет отмены некоторых выгодных им маршрутов, тем самым поспособствовав распространению вируса. Простым гражданам это все не очень помогло, но мы все равно помогаем этим структурам. В этом и кроется проблема. Приближенные к власти люди в Вашингтоне окажутся в выигрыше от такой финансовой помощи, а не простые граждане. Потому что у простых граждан нет своих лоббистов. Государство, по идее, должно представлять их интересы. Увы, но если вы простой гражданин и налогоплательщик, то ваши интересы учитываются в последнюю очередь. Но есть и отрасли, которые действительно страдают от пандемии. Такие как, например, образование. Взять университеты в США. Их тоже затронула пандемия. И они это заслужили. А вот преподавательский состав не пострадал, потому что этим людям и так недоплачивали. А теперь они могут вести уроки по Zoom. Общаются напрямую со студентами, как во времена Эммануила Канта. Тогда университеты, по сути, представляли из себя просто помещения, в которых профессора читали лекции студентам и получали оплату за свой труд напрямую от них. И мы возвращаемся в эти времена. Очень многие мои знакомые сейчас бросили преподавание в университете, потому что они и так могут собрать сто или больше студентов онлайн и преподавать им напрямую философию или другие предметы. Особенно это касается студентов, которые не планируют получать ученую степень. Как видите, победители и проигравшие есть везде. К слову, в Америке стоимость обучения в частном университете составляет 60-70 тысяч долларов в год. А по факту она должна быть, как, например, в Грузии или Франции, в пределах 4 тысяч. Теперь вы понимаете, что с учащихся дерут в три дорога, а это четверть миллиона долларов с одного бездельника за весь курс не просто так. Это своего рода налог на средний класс. Хочешь преуспеть в жизни, плати. Теперь эта схема разваливается. Как видите, пандемия в некотором роде помогла выправить перекос. Теперь я могу получить ученую степень, например, на Кипре, за гораздо меньшие деньги и как минимум не хуже в плане качества по сравнению с университетами Лиги Плюща, а то и лучше. Мы еще вернемся к теме онлайн-обучения, а пока подведем краткий итог. Должен ли бизнес просить помощи у государства? Вы говорили, что простые граждане должны заботиться о себе сами, как в вашем примере с профессорами и студентами, которые сейчас сотрудничают напрямую? Каков ваш рецепт для выживания бизнеса в условиях нынешнего кризиса? Следует ли бизнесу искать поддержки у государства? Вопрос номер один здесь. А почему этот налогоплательщик должен помогать бизнесу? Взгляните на эту ситуацию глазами налогоплательщика. Забудьте пока про государство. Так гораздо проще добраться до сути. Вот, например, мы спасаем компании вроде Delta Airlines или American Airlines или United Airlines или какую-то другую компанию за счет налогоплательщика. А почему? Потому что у этих компаний есть лоббисты в Вашингтоне и больше не почему. Нашим инвесторам очень выгодно вкладываться в лоббистов, которые пролоббируют для них финансовую помощь от государства. Тратите копейки на услуги лоббистов и получаете хорошую отдачу. Вот какие дела делаются в Вашингтоне. Да, что-то перепадает и рядовым гражданам. Но львиная доля этой финансовой помощи оседает в карманах людей, приближенных к госструктурам. В этом основная проблема такой помощи. Но мне кажется, это уж очень американский пример. Я не уверена, что правительство Франции проворачивает такие же схемы. А мне кажется, там то же самое. Во Франции, кстати, и того хуже. Потому что у нас, в США, есть хотя бы разделение между государством и корпорациями. Во Франции же руководство, все они учатся в одних и тех же заведениях. И руководить корпорациями зачастую приходят люди из госструктур и наоборот. Так и происходят все эти перемещения в высшем руководстве, которые управляют, по сути, госкорпорациями. Может, формально они таковыми и не являются, но по факту государство диктует им свои условия. И они вынуждены подчиняться. Во Франции иная структура, в которой лоббисты даже и не нужны. Можно договориться напрямую. И это заметно потому, как компании борются за выживание. Я вот что хочу сказать. До коронавируса мы жили в эпохе процветания, последние 10-15 лет. Да, были и спады, но в целом период был благополучный. В течение этого периода средний срок нахождения крупной компании в списке S&P 500 намного сократился. И это хороший признак. Когда я еще только учился, посмотрите на мою бороду, это даже не седина, она уже просто белая. Средний срок нахождения компании в списке S&P 500 был равен 50-60 годам в США. Сегодня он сократился до 10-11 лет. К чему это я? Крупные корпорации не вечны. Они рождаются и умирают независимо от коронавируса или чего-то еще. Это естественный цикл. Такова динамичная природа нашего мира. И каждый раз, когда вы спасаете такую стареющую корпорацию, вы не даете пробиться молодым. Вот чего многие люди не понимают. Надо смотреть на эту ситуацию именно под таким углом. Продлевая срок жизни дряхлеющей корпорации, вы губите молодую поросу. Так давайте оказывать финансовую помощь не корпорациям, а их сотрудникам, пусть и напрямую. Поняла. Если вы хотите сделать что-то полезное в социальном плане, проявите заботу о рядовых сотрудниках. Помогать им это правильно. А они вместо этого раздают деньги корпорациям. Причем многие из этих корпораций еще и увольняют своих сотрудников. Да, таков нынешний тренд. Еще одна тенденция последних лет это то, что многие топ-менеджеры стали слишком сильно увлекаться спекуляцией финансовыми инструментами на бирже в ущерб реальному производству и развитию бизнеса. Насколько глобальна эта тенденция по-вашему? Станет ли она повсеместной? Не окажется ли так, что играть на бирже выгоднее, чем... В какой-то момент на рынке ценных бумаг был дефицит. Он был создан вынужденно. Когда компании довольно ловко выкупали собственные акции, сокращая тем самым предложения на рынке. Это в итоге помогло рынку вырасти. И сейчас компании в верхней части списка S&P 500 чувствуют себя хорошо. В частности, это касается компаний IT-сектора вроде Apple, Microsoft, Google, Facebook. Все эти компании приспособились и заработали кучу денег в тех условиях, которые складывались последние 18-25 лет. Моя главная мысль сейчас образовался разрыв. Так давайте поможем рядовым сотрудникам. И давайте поможем начинающим предпринимателям, которые создадут компании, которые будут намного более адаптированы к современным условиям, чем эти динозавры. Вот какой должна быть финансовая помощь. Но на деле произошло не так. Власти так и не оправились от первоначального шока, вызванного пандемией. Они как будто отказываются верить в то, что происходит, как на уровне мышления, так и на уровне экономики. Как вы думаете, будет ли вторая волна отличаться от первой в плане моделей поведения властей? Сейчас-то вроде у них было время подготовиться. Я полагаю, что если они продолжат действовать в том же духе, то это приведет к катастрофе. К счастью, мы адаптируемся к новым условиям. Мы в смысле отдельные граждане, а не власти. Те, кто наверху, кто принимает решения, такие, как, например, приняла ВОЗ по поводу ношения масок. Они недооценивают нашу изобретательность и способность к адаптации. До властей начинает доходить, что народ адаптируется сам, особенно здесь, в США. Если вы посмотрите на происходящее здесь, адаптация в плане того, что люди приучаются работать из дома, выживать, аналогично и с компаниями, которые учатся работать в новых условиях. Юристы, например, повысили свою эффективность. Если взглянуть на соответствующие данные, то можно увидеть, что они зарабатывают сейчас больше, чем до пандемии. Как так? Они адаптировались к новым условиям, и теперь им не надо тратить два часа в день на то, чтобы добраться до офиса. Они могут работать на два часа больше. Да, некоторые люди прибавили в плане продуктивности. Не все. За счет удаленки. Так что преимущества налицо. Где бы вы ни находились? Например, если вы живете в Грузии или Москве или Украине, то получить рабочую визу и поехать работать в США для вас довольно проблематично. Особенно сейчас. Учитывая уровень безработицы здесь. Но ведь вы же можете работать на американскую компанию удаленно. Например, в Гугл. Полагаю, что многие из этих компаний дают почти всем своим сотрудникам выбор. Работать в офисе или удаленно. Таким образом, вы можете выбрать последний, и в таком случае вам не нужна никакая виза, чтобы работать из Москвы на какую-нибудь американскую компанию. К тому времени, как появятся соответствующие правила и законы, юристы уже будут разбираться в ситуации лучше, чем законодатели. Даже если в законе будет прописано, что для того, чтобы работать на американскую компанию удаленно, вам необходимо иметь визу, то компании быстренько реорганизуются и найдут законный способ обойти такие препоны. Надо всегда думать наперед. То, что вы описываете, напоминает некую революцию. Как будто народ по всему миру собрался и стал брать ответственность на себя, не от хорошей жизни. Помощи ждать не от кого, значит, надо самим решать, полагаясь на собственную находчивость. Таким образом, мы формируем и будущее бизнеса, я правильно понимаю? Все верно. Тут все дело в реакции властей на происходящее. Я уже упоминал это ранее. те, кто сейчас находятся у руля, не хотят, чтобы их критиковали. Они не знают, чем это все обернется. Но всегда ведь можно свалить вину на кого-то другого. Поэтому они печатают деньги. Никогда еще в истории человечества эмиссия денег не проходила без последствий. Да, они просто печатают деньги. И я продолжаю утверждать, что Дональд Трамп первый в истории США президент-социалист. Вряд ли кто-то ожидал подобного. Но ведь их решения были продиктованы факторами пандемии, а не интересами избирателей. Даже если бы на месте Трампа был ультраправый или ультралевый президент, ничего бы не поменялось. Федеральная резервная система владеет 24 тысячами различных облигаций. 24 тысячи облигаций. Это и есть социализм. Когда вы выкупаете собственные ценные бумаги и корпорации. А второй момент здесь — это то, что они напечатали деньги и раздали их в виде финансовой помощи, причем не тем людям, которые в ней реально нуждались. Такое распределение доходов сверху вниз есть признак социализма. И если такая политика продолжится, то им придется вводить больше подобных мер, независимо от того, кто станет президентом. В период второй волны эти тенденции только усилятся, что в перспективе приведет к резкому росту инфляции. Потому что таков закономерный исход денежной эмиссии. Сначала все будет спокойно, все вроде бы довольны, а потом инфляция резко взлетит. Давайте подробнее остановимся на удаленной работе. Я знаю, что этот формат вам по душе. Вы работаете удаленно аж с 2005 года, не дожидаясь пандемии. Мне тоже комфортно работать удаленно, как и многим другим людям. Это может в будущем сильно повлиять как на бизнес, таки на мир в целом. Каковы, по-вашему, долгосрочные последствия массовой удаленки? В долгосрочной перспективе это позволит компаниям IT-сектора, тем, которые сейчас доминируют на рынке, увеличить свое присутствие. Это приведет к перераспределению и большему неравенству на рынке. Горстка компаний будет получать львиную долю дохода. Давайте посмотрим на то, как изменился образ жизни людей в лучшую сторону. Так как теперь они могут работать из дома, вместо того, чтобы ходить в офис. А если вы представите себе типичную корпорацию с тысячами финансистов, юристов, бухгалтеров, то получается, что они существовали как скот, загнанный в бетонные коробки офисных зданий. Это не что иное, как пережиток эпохи промышленной революции. Нам больше нравится работать в небольших помещениях, небольшими группами, потому что это дает людям больше свободы в плане выбора подходящего места для работы. Да, кому-то удаленка не зашла, и наверняка адвокаты, специализирующиеся на бракоразводных процессах, смогут на этом подзаработать. Добавьте к этому еще нехватку физической активности, особенно здесь, в США. Люди и так не занимаются спортом, а будет еще хуже. Они будут сидеть дома целый день и не будут никуда выходить. Но есть и признаки адаптации. Например, юридические конторы начали сокращать свои офисные помещения на 70%. Да, офис все равно нужен, но не каждый день. Можно изредка проводить оффлайн-встречи и конференции. Раньше ведь приходилось летать по всему миру, чтобы участвовать в конференциях. У меня их было по 50 в год. Это много. Набрал вес даже. Теперь же я могу участвовать в большинстве из этих конференций через Zoom. И физически присутствовать может на 10. Вот такой произошел сдвиг. А каково идеальное соотношение? Сколько встреч должно быть в Zoom, а сколько в оффлайне? Это весьма актуальная проблема. Ведь кто-то говорит, работать из дома намного эффективнее, потому что люди сами могут управлять своим временем. А другие парируют. Нет, но мы же существа социальные, нам надо взаимодействовать друг с другом и встречаться в офисе хотя бы время от времени, чтобы это не сказалось на результате нашего труда. Верно. Так каково же идеальное соотношение онлайна и оффлайна в работе? Все зависит от конкретного человека, от сферы его деятельности. Но вот что важно. Мы, профессора, которые преподают онлайн, открыли для себя весьма интересные преимущества такого подхода по сравнению с оффлайном. И вот одно из них. Многие студенты, которые не стали бы задавать вопросы в оффлайне, охотно задают их в онлайне. Поэтому для получения ученой степени или дополнительного образования, мне кажется, это будет огромный плюс, если мы говорим про онлайн-формат. Такое образование люди часто получают после работы, а если вы работаете в офисе, у вас просто может не хватать сил ехать на учебу по окончании рабочего дня, особенно если ехать далеко. Гораздо удобнее проводить уроки онлайн. И люди из Индии, из Аляски могут принимать в них участие, и это будет активное участие. Но если брать среднее или высшее образование, необходимо все-таки физическое присутствие. Люди не поступают в колледж только ради знаний. Люди поступают туда, чтобы общаться с другими людьми. Все зависит от конкретной сферы деятельности. Если вы, например, автодилер, то вам просто необходимо общаться с клиентами, не будете же вы им машину по Zoom показывать. Но есть и компании, которым вполне подходит удаленка. Например, юридические конторы. Потому что там людям необходимо внимательно работать с документами в спокойной обстановке. А вот что касается обучения в формате тренингов, то тут вам необходимо находиться рядом с коллегами, чтобы общаться и понимать, что происходит. Я помню, в бытность свою трейдерам всегда было приятно находиться в одном помещении с другими трейдерами и прямо-таки чувствовать пульс рынка и весь этот сопутствующий шум. Так что все зависит от конкретного человека и сферы его деятельности. Вы упомянули о том, что многие сферы сейчас претерпевают изменения и вряд ли уже вернутся к прежнему формату. Мне кажется, что интернет тоже сильно изменится, потому что он уже становится фрагментированным вместе с экономикой. Существует же китайская модель управляемого суверенного интернета, которая доказала свою эффективность во время пандемии. Теперь мы наблюдаем подобное в Европе и России. Власти пытаются привести интернет в соответствие со своими национальными интересами. Что вы думаете по этому поводу? Не кажется ли вам, что этот конфликт может перерасти в нечто большее? Тут дело вот в чем. Давайте взглянем на интернет как на некий глобальный феномен, не только через призму коронавируса. Чем больше он развивается, тем свободнее становится его пользователь. У них появляется ощущение, что они сами контролируют свою жизнь. В своей последней книге я поднимал вопрос новостей. В эпоху до интернета люди садились всей семьей, в США средняя семья составляет 4,3 человека, и смотрели новости по ТВ или читали газеты, и никак не взаимодействовали с ними. Просто получали информацию. Но с приходом интернета появилось больше свободы, словно мы вернулись во времена античности. 200-300 лет назад, или еще раньше, во времена античности, люди узнавали новости от парикмахеров или торговцев рыбой, являясь при этом одновременно и получателями, и распространителями новостей. Теперь мы наблюдаем подобный эффект в интернете. То же самое происходит и в Твиттере. Там вы одновременно можете и читать новости, и постить их. Прямо как в старину. Политические процессы изменились кардинально. Все стало фрагментированным. Люди теперь общаются в своих тесных кружках, где они обмениваются информацией друг с другом. Да, сейчас это так. Любая сфера деятельности, куда приходит интернет, становится более прозрачной. Больше людей получают возможность участвовать в ней. Этот принцип снизу вверх более органичен, так как люди чувствуют, что они могут влиять на что-то, неважно, так ли это на самом деле или нет. В этом и есть преимущество интернета. Он кардинально изменил политические процессы. Теперь, благодаря интернету, мы знаем, что происходит в Сирии, в Ливане. Например, факты коррупции в государственных органах в Ливане. Теперь это выходит на поверхность, а раньше было бы сокрыто. Отсюда и совершенно иная динамика этих политических процессов. Границ между государствами больше нет. Теперь вы можете работать на Майкрософт, проживая в России. И виза больше не нужна. Для корпораций границ больше не существует. И да, и нет. Согласна, что чем более прозрачным становится интернет, тем больше у нас появляется доступа к новостям. Но если, к примеру, взять Китай, что-то мне подсказывает, что рядовые китайцы не могут просто так взять и почитать в интернете о фактах коррупции в правительстве Китая и решить, правда это или нет. Власти многих стран пытаются регулировать интернет не только в плане политики, но и в плане экономики, чтобы он соответствовал их внутренним интересам. Я бы хотела услышать ваше мнение по этому поводу. Пример Китая является скорее исключением. Другими словами, у них сейчас все равно больше доступа к новостям, чем было раньше, во времена тотального контроля со стороны государства. Ведь раньше было как? Вот есть государство, в котором имеется некое министерство информации. Чтобы совершить госпереворот, вам нужно всего лишь было взять под контроль это министерство. Так больше не прокатит. Да, интернет в Китае регулируется сильнее, чем, скажем, в США или странах, где можно говорить все что угодно. Но даже такой интернет все равно дает больше прозрачности, чем было раньше. Власти не могут целиком и полностью контролировать новости и обмен информацией. Ни одно государство не может взять под свой контроль рыночную экономику, равно как не может оно контролировать и информацию. Я полагаю, проблема в том, что мы живем в эпоху постправды, когда информации столько, что невозможно отличить фейковые новости от настоящих. Народными массами довольно легко манипулировать. Скажем, на этой неделе все обсуждают одну тему, потом внимание резко переключается на что-то другое и все забывают про первое и так далее. Как не сойти с ума в этом манипулятивном, вечно меняющемся потоке информации? Если я действительно хочу знать, что происходит в мире, к какому источнику нужно обратиться? Принципиально здесь нет ничего нового. Все это мы уже проходили. Есть надежные источники информации, которые легко распознать, а есть ненадежные. Вспомните, как это было во времена СССР. Ведь газета «Правда» была не очень надежным источником. Правда? И люди, которые читали ее, понимали это. Мало что изменилось. В связи с этим есть еще одна интересная история. Люди думают, что фейковые новости — это порождение нынешней эпохи. Но обратитесь ко временам Великой Французской революции и вспомните про все эти слухи, которые распространялись тогда, потому что французские власти контролировали прессу. Печатать книги во Франции было нельзя, поэтому в Англии возникла целая подпольная индустрия книг под названием «Либелл» «Политические слухи и сплетни». Эти книги, контрабанды, провозились рыбаками во Францию и распространялись там. В них писалось о различных пороках Марии Антуанетты и прочих нелепостях, порочащих государственных деятелей. В принципе, сейчас аналогичную функцию выполняют фейковые новости в интернете. Сейчас-то мы понимаем, что правда, а что вымысел, и история расставила все по своим местам. Но люди того времени принимали это за чистую монету. Хорошо. Я бы хотела вернуться к тому, что вы сказали про интернет. Большую прозрачность и как люди чувствуют, что они могут влиять на происходящее. Но ведь события, связанные с пандемией, показали обратное. Власти всерьез торглись в нашу частную жизнь. За нами следили во время карантина. IT-компании активно в этом участвовали, давая нам понять, что все их заявления о нашей приватности в интернете не более чем пустые слова. Да, мы и раньше понимали, что делимся частью своих данных в обмен на удобство, но теперь эта ситуация усугубилась. И такое ощущение, что назад пути уже нет. Да, конечно. Во время пандемии следить за людьми стало гораздо проще, потому что мы настолько привязаны к нашим девайсам и интернету, что жить без них не можем. Как только вы взяли в руки смартфон, государство может начать следить за вами в легкую. К счастью, у нас в США есть законы, которые ограничивают степень слежки государства за индивидом и его данными. Google или подобного рода компании могут незаметно отслеживать большие группы юзеров, что не очень-то хорошо. При этом группы юзеров в целом лишаются своих свобод, но отдельно взятый пользователь по-прежнему обладает ими. В других странах, возможно, есть смысл поменять законодательство. Ведь это все можно обсуждать в интернете, менять законы, чтобы не давать властям следить за вами в интернете. Только при наличии соответствующей санкции, как в США. Вам не кажется, что мы навсегда распрощались со своей приватностью в интернете? Мне кажется, что уровень прозрачности, который у нас сейчас есть благодаря интернету, огромен. Настолько, что он перевешивает все возможные недостатки в других аспектах. Одно невозможно без другого. Взглянем, например, на соцсети. Если вдруг какой-нибудь чиновник вторгнется в мою личную жизнь, то я могу рассказать об этом в соцсетях. И они это понимают. Государство больше не давляет над индивидом, как это было раньше. Власть прессы намного уменьшилась. А вообще, если посмотреть на то, что сегодня происходит с прессой в США, то чем больше они пытаются использовать соцсети, тем... тем больше им это идет во вред. То есть, по-вашему, чем больше они нас контролируют, тем больше у нас возможностей вывести их на чистую воду. Совершенно верно. У отдельно взятого человека сегодня намного больше возможностей влиять на ситуацию. Ну что ж, тогда беспокоиться не о чем. Давайте поговорим еще об актуальных трендах последних лет. Например, крупный конфликт, который зреет между IT-гигантами и интересами стран, в которых они работают. Например, Google хочет продавать здесь, оплатить налоги в Ирландии. Или Россия, которая хочет платить налоги там, где она продает. Сейчас законодательство позволяет им это сделать. А что будет дальше? Здесь вот в чем дело. Начну с предыстории. Я долгое время работал трейдером, и я всегда говорил людям, почему я этим занимался. Потому что я видел много расхождений. Расхождений между правилами, установленными государством, и тем, как люди обходят некоторые из этих правил. На этих расхождениях я и специализировался. Например, если запретить японским корпорациям владеть облигациями США, то какой-нибудь юрист заключит контракт, аналогичный по своей сути облигаций США, с какой-либо другой организацией, которая позволит им ее купить. Точно так же, если правительство заставит Google платить все эти налоги здесь и располагаться в США, то Google сможет легко переехать в Ирландию или куда-то еще. Я уверен, что будет много стран, готовых пригласить Google обосноваться у них. Итак, вот у вас есть международная торговля. Подумайте вот о чем. Где больше всего греческих кораблей? В Либерии. В Либерии. Я не знаю, сколько там у них судов, но вы можете зарегистрировать свое судно там, потому что если вы занимаетесь международной торговлей, вы можете регистрироваться где угодно, а платить налоги в другом месте. Правительства понимают это, поэтому они требуют некоего соблюдения правил со стороны компаний, говоря им, знаете что, соблюдайте-ка правила и платите налоги там, откуда вы родом. А некоторым компаниям это не нравится. Проблема не столько в налоговом вопросе, потому что правительство не может полностью контролировать налоговый вопрос. Компании могут быть реорганизованы, как Гугл на Кипре. Что в этом плохого? В конце концов, трафик довольно сложно обложить налогом, потому что теперь люди умеют обходить такие вещи. Проблема в том, что IT-компании становятся слишком большими. Это более серьезная проблема, но с ней мы можем справиться. Как вы помните, Microsoft оказалась вовлеченной в то антимонопольное дело, которое в итоге они пережили, конечно. Но правовая система в Америке, а теперь и в Европе, достаточно сильна, чтобы сломать любую компанию, которая становится слишком влиятельной и пытается принуждать людей к чему-либо. Я считаю, что это большое достижение, потому что теперь ЕС, хоть в чем-то они поступают правильно, озабочен антимонопольной проблемой. Просто прикиньте, Google предоставляет вам услугу, которую вы можете получить от 5000 других компаний. Вы можете создать интернет-браузер. Вспомните, как Google быстро поднялся. Все использовали AltaVista, а затем внезапно взяли и перешли на Google. А ведь можно было перейти на что-нибудь другое, кроме Google. Если эти IT-гиганты станут слишком уж плотно контролировать вашу жизнь, появится барьер для входа. Сначала это будет не так критично для Google, может быть, для Facebook, но в любом случае мутация не займет много времени. Сколько было популярных соцсетей, которые просто канули в лету. И такой переход к новым формам социальных сетей может произойти очень быстро. А если добавить сюда еще и антимонопольное законодательство, которое может серьезно ослабить компанию, то появляется пространство для конкурентной борьбы. Я считаю, что это хорошо, потому что вряд ли кто-то хочет, чтобы какая-то компания безнаказанно управляла его жизнью. Если Google станет слишком мощным, он захватит Вашингтон. Они пытались. Ого! Расскажите об этом поподробнее. Потому что сейчас, как мне кажется, происходит борьба двух сил. Политические лидеры старой формации и новые лидеры IT-гиганты. И, судя по всему, последние пока выигрывают. Старые правила игры больше не работают, а новых пока еще никто не придумал. Кто же в итоге победит? Лидеров старой формации, классическое государство, трудно чем-то заменить. Вы не можете просто так взять и сменить правительство США. Можно, конечно, сменить президента, но на самом деле это всегда косметические изменения, потому что разница между этими президентами незначительна. С IT-гигантами можно поступить просто — сломать их. Если вы будете развивать конкуренцию, то никакое государство не сломает Google так, как это сделает какой-нибудь шмугл или другая компания-конкурент. С соцсетями это происходит очень быстро. Помните, что Google прошел свой путь от университетского стартапа до мировой корпорации буквально за пару лет. Очень быстро. Столь же быстро Google может вернуться обратно, сузившись до размеров стартапа, если кто-то другой воспользуется своей возможностью. Это довольно важная тема. Независимо от того, насколько сильны эти компании, технологии всегда непредсказуемы. Возьмите, к примеру, Zoom. Сейчас Zoom набирает силу. Конечно, и у них есть конкуренты. Все как всегда. Если есть отрасль, в которой одни компании очень быстро растут, значит, в этой же отрасли другие компании терпят крах. То есть, по-вашему, опасности того, что IT-гиганты одержат верх в этой борьбе, нет? Система отрегулирует себя сама? На смену лидерам старой формации постепенно придут новые, а IT-гиганты будут постоянно претерпевать изменения. Сами по себе? Верно, сами по себе. И без всякого госрегулирования. Просто будут меняться сами по себе? Но ведь они рано или поздно возьмут мир под свой контроль. Да, однажды это произойдет. Но IT-гиганты никогда не обретут той власти, которая есть у государства. Потому что есть антимонопольное законодательство и конкуренция на рынке. То есть технари в итоге и станут новой властью, но с той же самой системой сдержек и противовесов, которая была у старой власти, у государства. Верно, ведь корпорации могут еще и обанкротиться, а вот государства нет. Я помню, этот момент нравится людям в России. Я сейчас пишу том шестой своей серии книг «Инсерта», в котором я вывожу следующее правило. Никогда не открывайте госучреждение на определенный срок. Оно должно быть бессрочным. И вот я узнаю, что в России открылся университет 2035, но так же нельзя. А что будет после 2035 года? А вот у компаний есть срок годности, называемый банкротством. И компании, крупные компании, рано или поздно умирают, обанкротившись. И вот, что я хотел бы сказать в этой связи. Я не боюсь крупных компаний до тех пор, пока они не получают юридических преференций над небольшими компаниями. И вот почему. Слон может съесть больше и пойти дальше, чем мышь. Но если слон сломает ногу, то ему конец. В случае с мышью сломанная лапка не такая большая проблема. Выкинул в окно и забыл. Но вам так делать не советую. Когда корпорации становятся крупными, как слон, они становятся гораздо более уязвимыми для потрясений. Такие потрясения всегда наносят больше вреда крупным корпорациям, чем небольшим компаниям. Чем крупнее компания, тем труднее ей переживать кризис. Плюс есть и еще один положительный момент. Раньше были страны, в которых отсутствовало грамотное управление и в которых нахождение во власти давало вам некий иммунитет. Вы могли делать то, чего не может делать обычный человек. Сейчас вести себя так будет уже весьма непросто. Когда вы находитесь на вершине, все смотрят на вас и пристально следят за вами. Нельзя просто так проворачивать налоговые махинации и подобного рода вещи, как в Италии, где национальный вид спорта это неуплата налогов. Сейчас это все как на ладони. Изменилась сама среда и теперь, когда одни IT-гиганты допускают нарушения, другие IT-гиганты их вскрывают и предают огласки. Люди же какое-то время назад ополчились против Microsoft в связи с антимонопольным делом. Помните, Microsoft ослабила не только государство, но и все те, кто в то время ненавидел Microsoft, а тогда они доминировали на рынке IT и были крупной компанией. Теперь у нас есть другие гиганты, а потом у нас их будет еще больше. Насим, хочу сказать, профессор Талиб, хотя я знаю, что вы планируете оставить научную деятельность. Спасибо вам огромное за эту беседу. Давайте подведем краткий итог. Каков ваш прогноз? Что касается выборов в США, то есть один человек по имени Нейт Сильвер, которого я не то чтобы сильно уважаю. Так вот, он дает детальные расклады. Я же в своей книге и недавней лекции утверждал, что в условиях сильной неопределенности вероятность будет всегда 50 на 50. Так что 50 на 50? Совершенно верно. И не меняйте этот расклад, потому что любая информация, которую вы получите завтра, может резко изменить это соотношение в ту или иную сторону. Стало быть, 50 на 50. Для меня это как опцион. Вот это интрига. Спасибо. А сколько всего интервью мы с вами провели, Софи? Это уже пятое, Николас. Предсказываю, что будет шестое. Договорились. Мне нравится такой формат. С каждым разом все интереснее. Да, получается довольно органично, как говорят французы о батон ромпю, разговор о том о сём. Есть общая тема, но нет строгого регламента, которого мы должны придерживаться. Да, согласна. Надо нам поехать в турне и выступать на сцене. Будет отличный дуэт. Договорились, только при условии, что мне не придётся покидать свой кабинет. Спасибо большое, что уделили нам время. Была рада встрече с вами. Всего доброго и берегите себя. Спасибо. Вы тоже, Софи. До свидания, Николас. До свидания.